Сегодня важный день, у нас предпраздничный эфир. Я напоминаю, что завтра наш город отмечает 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И сохранить документальные богатства страны, всемирно использовать их для победы над фашистами, вот такая задача была поставлена перед архивистами в первый же день войны. Редкое документальное исследование о работе самих архивистов в блокадном Ленинграде представили в Петербурге. Наш коллега Андрей Смирнов готов поделиться подробностями. Андрей, доброе утро. Да, коллеги, доброе утро. Действительно, в Петербурге проходят масштабные мероприятия, приуроченные к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В музеях, театральных залах, концертных залах и прочих культурных институциях уже давно подготовлены специальные мероприятия и выставки, приуроченные к этой важной для Петербурга исторической дате. Мы находимся в выставочном зале федеральных архивов Российского государственного исторического архива. Вот здесь, на Заневском проспекте, где только-только начала свою работу специальная архивно-документальная выставка, посвященная архивистам в блокадном Ленинграде. Она так и называется, не ради славы. О том, что за документы, представленные на этой выставке, мы узнаем у ее куратора Галии Ульдановой. Галия, доброе утро. Здравствуйте. Итак, Российский государственный исторический архив, самый главный наш архив, посвященный истории России и Петербурга, с петровских времен хранит документы. Но все мы знаем, что когда-то он располагался в историческом сердце Петербурга, почти весь 20 век. Это была Сенатская площадь, бывшее здание Сената и Сенода. Что было с архивом, когда только-только началась Великой Отечественной войны? Конечно, встреча Великой Отечественной войны сильно изменила архивную жизнь. Только реформировавшийся архив, который получил новое название Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, сокращенный ЦГИАЛ, сразу же приступил активно к работе по отбору архивных материалов для их последующей эвакуации. Эта работа началась буквально после объявления войны. И работа шла настолько интенсивно, что сотрудники, которые занимались этой работой, позже вспоминали, что они сами не понимали, откуда брали силы. Настолько хорошо и быстро подготовить эти документы. Ведь на каждую связку документов были составлены подробные реестры. Это еще надо было отобрать хорошо эти документы. И всего лишь за месяц, то есть уже в 20-х числах июля, эти документы были эвакуированы на Урал, в город Чкала, в современный город Оренбург. И такие реестры хранятся вот в нашем архиве. И представлены здесь. Да, вот, как раз есть реестры, которые посвящены сельскохозяйственным материалам. То есть они касаются... А по какому принципу, кстати, добирались вот эти документы? Особо ценные или все прямо? Нет, именно особо ценные. Документов, на самом деле, было отобрано не так много. Подавляющее большинство все равно осталось в Ленинграде. Но не могу не сказать пару слов, конечно, про авиационное попадание, которое было через 10 дней после начала блокады, 17 сентября. Потому что оно в путь и незаметно было внешне, потому что оно попало через крышу. Оно унесло очень много архивных фондов. Они горели. Поскольку Ленинград не был взят, город не сдался, то архив, конечно, в основе своей сохранился. Но вот попадание этой авиационной бомбы унесло как минимум 76 архивных фондов. Именно полностью они сгорели. И вот эта полка как раз из того здания, как раз она горела. И документы, которые здесь расположены, это настоящие архивные документы, которые... Спаслись пожара. Спаслись пожара, да. И они, к сожалению, непригодны уже для использования. Но мы имеем возможность их экспонировать. Не могу у вас не спросить о тех сотрудников архива, которые, я не знаю, как правильно сказать, оставались, либо же уходили на фронт, погибали. Да, конечно, сотрудников было много на начало войны. И, к сожалению, их количество стремительно таяло. Порядка 20 человек в 1941 году ушло на фронт. Пример такой особо яркий, показательный, это то, что исполняющий тогда обязанности начальника ЦГИАЛ Абрама Григорьевича Шапира в первой же неделе ушел добровольцем на фронт. И, к сожалению, в осенью 1941 года он погиб. Также множество сотрудников уходили в самом начале войны. То есть мы видим, что документы датируются июнем 1941 года. К счастью, некоторые сотрудники вернулись. Например, Гарфин, научный сотрудник, который после войны создал наш генеральный каталог, он вот прошел всю войну. Ну что же, Глия, вам огромное спасибо. Друзья, я еще раз напомню, что выставка по названию «Не ради славы. Архивисты блокадам Ленинграда», посвященная истории Российского государственного исторического архива, в Петербурге будет продолжать свою работу здесь, в выставочных залах федеральных архивов на Заневском проспекте. До конца весны этого года вход свободный по предварительной записи. Коллеги.